Итак, состоялся громко анонсированный вояж Зеи Прихлебателей в швейцарский Давос на Международный экономический форум. Группа туристов, возглавляемая самым невероятным лидером современного мира, приехала сделать селфачи на фоне альпийских гор и потешить своим стендапом местный финансовый бомонд. Забегая вперед, сразу скажем, что стендап не удался. Гнусявый шарм Зеленского, вероятно, действует только на обделенную умом публику, готовую отдавать минимальную зарплату за билет на представление с сомнительным юмором. Более изысканная мировая публика встретила Монику пустым залом. Точнее, даже не встретила, а покинула зал после того, как микрофон добрался к Зеленскому, в которой он начал что-то блеять про стартапы, единороги, персональных нянек для бизнеса и прочую лабуду. Зеленский, как человек, мало чем отличающийся от публики, которая ходила к нему на концерты, вероятно, никогда не слышал прописной истины о том, что есть люди, у которых есть деньги, а есть по-настоящему богатые люди, которые и есть потребителями того, что нужно говорить на данном форуме. Для Зеленского богатый человек – это Коломойский, а для богатых из Давоса Коломойский просто бандит и жлоб. Поэтому посыл мычания Зе о том, что приходите к нам в страну с деньгами, потому что мы молодая команда и будем вас опекать, диджитализация и все такое их совершенно не впечатлил. Поэтому и присутствовало на выступлении Зелебобы всего полтора человека в зале и модератор, который откровенно стебал убогого своими вопросами, на которые у него не было ответов. На фоне прежних выступлений Порошенко в Давосе, когда зал был полон, а Украина была центром притяжения мира, выступление Зе – это просто позорнейшее убожество, а вместе с ним и впечатления от Украины, которые попали на высокотехнологичный форум и предлагают вкладывать деньги в производство бус. С Зеленским становится все очевиднее то, насколько Украина отстала за эти восемь месяцев в деятельности Зеленой Шушеры от главных потоков мирового капитала. Все отчетливее видно, что при Зе по-настоящему солидных инвестиций в страну мы не увидим никогда. Потому что все ближайшие годы нас, вероятно, ожидают бесконечные россказни о том, какие они молодые и перспективные, и о том, что вот-вот начнутся массовые реформы, но вот только Порошенко мешает их проводить. При этом отметим, что в Давосе Зелебоба даже умудрился угрожать украинскому бизнесу, рассказывая, что инвестиции он будет привлекать за счет демпинга, то есть налоговых каникул для потенциальных инвесторов. Это по факту является обычной дискриминацией местного бизнеса, что фанаты Зеленского опять же не в состоянии понять из-за скудности своего ума. Ведь привлекать иностранные инвестиции нужно не за счет налогового демпинга или предложения дешевой рабочей силы, как некогда делала мужеподобная жена одного диджея, которая ныне трудится в Укрзалезнице, а за счет работающих правоохранительных органов, законов и судов, которые не прощают Коломойскому многомиллиардные долги и не ходят по его приказу наезжать на Криворожсталь. Одним словом, вояж Зевдовоз – еще одно доказательство его вопиющей некомпетентности, неадекватности оценки себя и собственной значимости. Пустой зал форума – более чем очевидный вердикт, что при зеленой плесени от Украины никто ничего в мире не ждет, что мы по-прежнему на задворках Европы после, казалось бы, уникального шанса наконец-то вырваться из небытия. Все, абсолютно все в мире видят, что при Зе Украина – это страна с дыркой в бюджете размером 50 миллиардов и катастрофическим падением промышленности, хотя всего год назад имевшая профицит бюджета и 3-4% в год прироста ВВП. В страну с нынешними показателями стабильности никто денег вкладывать не будет. Так что Зе опять прокатал в Довоз миллионы из бюджетов пустую. Теперь ждем, что он натворит в своей поездке в Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok